Украина не понимает, что она пушечное мясо, чтобы стравить Германию с Россией из-за Украины. Эта война будет. И Украина будет уничтожена. Вот говорят, Трамп, что требует Трамп? Давайте договоримся. Знаете тему договора? Раздел Украины. Трамп согласен. Вся юго-восточная Украина вся возвращается в Россию, как Крым. Вас больше нету, Вадим. Нету вас. И Трамп перекрестился. Он предлагает. Русские, забирайте Новороссию, оставьте Западу, Галицию, Вадим. Вот договор по Украине. Видим, как обостряется обстановка на Украине. В 16-м году я давал прогноз. Не очень заметили. На передаче у Толстого первый канал. На передаче у Соловьева в 17-м году. В 18-м году. То есть прогноз следующий. И по информации, которая уже проходит, именно в этом направлении всё и идёт. Вот американские корабли нарушают наши границы на Дальнем Востоке, в районе Крыма, Севастополя, самолёты, морские суда. И подготовка идёт боевиков. Подготовка не только военная, но и идеологическая. Уже подрастает поколение, для которых мы больше враги, чем в 40-м году для советских молодых людей были немецкие фашисты. Поэтому неизбежна попытка провокации. Сценарий такой. Летом этого года, следующего. Мы план Барбаросса не видели. Но он есть. Был подготовлен на июнь 16-го года. Но в США выборы. В 17-м тоже было какое-то осложнение. В 18-м там дополнительные выборы. В Америке, Сенаты, Палата представителей. А теперь опять выборы. Но сценарий есть. Участники подготовлены. Вы помните, наверное, проводились учения военные некоторых частей НАТО. Статисты должны быть знающие русский язык. По легенде, НАТОвская армия захватывает русский город. И как она будет расправляться с нашими жителями. Поэтому по сценарию украинцы нападают на Крым, на Донбасс. И мы встаем на защиту. Уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия. Все на территории Украины. Чтобы не задействовать территорию НАТОвских стран. Польская армия тоже гибнет. Тогда подключается немецкая армия. И происходит столкновение между немецкой и русской армией. И договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция. Новое государство. Там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Вот пять территорий, которые от Польши отошли в 19-м году. Это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. А 70%, даже 80% остальной Украины в состав России. Как области. И Харьковская область, Донецкая и так далее. Вот такой план. Крымская война. Только одну фразу говорю. Крымская война, 1855 год. А британец, лорд Пальмерстон. Украинцы, это он говорит, не я. Это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта. Вот сейчас происходит. Вот сейчас. Вы понимаете, что политика Запада всегда была, если будет такой. А если вы это понимаете, зачем подставляетесь? Не мы обглавляете украинцев. Зачем позволяете Западу использовать как форпост против России? Вот помолчи. Они все делают правильно, украинцы. Ну вот. Правильно все делают. И Запад все делает правильно. Если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым не вернули. Донбасс не вернули. Мы все вернем. Чем больше нацистов в Кире, чем больше ошибок киевского руководства, тем быстрее разрывают связи с Россией, тем быстрее им конец, и вся Украина вернется. Вся! Вся! Вадим! Вся Украина вернется в Россию! Вся! Добровольная! Конфликт на долгие-долгие годы. Вьетнам 20 лет. Почему закончился? Там погибли сотни тысяч американских солдат. Балканы 7 лет. Почему закончился? Милошевич сдался, поднял руки вверх. Здесь никто сдаваться не собирается. И здесь не гибнут американские солдаты. Вот этот гнойник, раковая опухоль. На долгие-долгие годы. Мы видим Кашентон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Вот такое очертание. Пятигранник. Такой пятиугольник, который будет, кажется, контролировать всю планету и обеспечить стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное такое демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн. Европа перестанет быть антирусской. Смириться с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. И таким образом, к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших, мелкие локальные конфликты. Но Украина сегодня это очень опасное направление, когда чем-то напоминает Карибский кризис. Когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе. Противостояние с использованием натовской армии, русской армии. Поэтому конечный итог это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или приличной встрече договорятся. Вот соглашаемся на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много хрупов. Троли, проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось во время Вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому, хватит терзать Украину. Таким образом, чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творит там ультраправый радикальный элемент. Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев, несколько лет. Но тем не менее договорятся, чтобы решить проблему только две столицы. Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Уже не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и в вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия. И, так сказать, нарушаете. Все, что можно, вы уже нарушили. Вы просто издеваетесь. Вы здесь находитесь сколько уже? Пять лет. А наши политологи там находятся, журналисты, спортсмены, артисты, депутаты. Вы никогда не пускаете. Я под украинскими санкциями. Вы все запретили. Вы русские, вы заставляете отпечатки пальцев на границе делать. Это фашистская Германия не додумалась, так сказать. Вы закрыли русский язык, радио, телевидение, газеты. Все прекратили. Ну давайте вообще границу закроем. Через шесть лет. Вы знаете, что вообще выборов не будет? Вот я вам сейчас говорю. Девушка, вы на меня смотрите в вопросе. Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. И надоело потасовку делать. Будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседание госсовета. А госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших. Министров, зенаторов, депутатов. Человек 30-40. Будут сидеть в этом георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно, как Сидзепинь. Все, он будет теперь пожизненно. Будем хранить его, как Моудзедуна. Они убрали ограничения по двум срокам. То есть Азия. Мы Азия. А Собчак хочет в Европу. Она пускай едет в Польшу или в Литву. Там Европа. У нас Азия. Здесь у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Сейчас мы можем это сделать. Сейчас великий шанс. Это не танковая армия и даже уже не ракеты. А то оружие, которое есть только у нас пока. Поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать. Поэтому шутить не надо. Сегодня самый исторический момент. Понимаете? Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Это слово великое уже измордовали. Все великие. Окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть. Вот если слова какой-то песни, там это наш последний и решительный бой. Вот это наш последний решительный бой. Весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае. Но в этом году это можно сделать. Мы победим. Только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров. И наши олигархи. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег. За победу России в новой войне. Байден делает то, что делали все американские президенты. Они будут поставлять оружие туда, где просят. Он же не понимает, Байден, что мы один народ. Что мы веками жили вместе. Что нам обидно, что украинцев готовят к войне с Россией. Это чудовищно. Понятно, немцы шли много раз на восток против нас. Французы. Даже поляки, хотя они тоже славяне. Шведы. Финны. Или вся эта Европа в Первую мировую. Особенно во Вторую. Но он не понимает, что Украина и Россия. Он думает, допустим, Мексика и США. Это разные культуры, разные языки. В любом случае, нам выгодно, чтобы он дал команду через украинских своих подельников начать наступление на Донбасс. Да мы разгромим всю эту армию. Полностью. И начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. А север мы посмотрим. Договоримся с немцами, с поляками. Мы бы там немножко по-другому сделаем. Днепропетровск, Харьков, Одесса. Вот всего и Крым уже вернулся. Вот 9 юго-восточных областей. Там, где абсолютно русское население. И никогда никакого отношения к Украине не имели. Это земли, завоеванные нами у скифов, половцев, печенегов. Наконец, у турок. Об Украине можно говорить в районе Львова. Но левый берег Днепра – это все Россия. Сценарий другой. Летом 25-го года, 26-го, 27-го. Значит, Украина начинает наступление на Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь и, в любом случае, в центр Украины. Немцы, немцы вступаются за Украину. Тогда русская армия идет на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты, немцы. Таким образом, начинается локальная война без применения ядерного оружия. Но немцы потребуют часть Украины. Вот Галиция, Львов, Тернополь, Ливано-Франковск, Луцк и так далее. Мы подадим согласие. Северо-западная часть Украины будет превращена в новое государство Галиция, как протекторат Германии. Прямых столкновений не будет. Но немцы объявят, что они берут под защиту украинскую армию. А мы скажем, что мы берем под защиту ополчение. А ополчение будет более мощное, чем эта украинская армия. И прямого боевого столкновения может не быть. Ибо немцам дорога их жизнь. Они еще помнят 1945 год. Но конфликт может перерасти в международный. Поскольку это будет уже не киевский режим, не донецкий режим. А не все НАТО, но часть НАТОвских стран могут привести свои войска в боевую готовность. И прийти в боевое столкновение с ополченцами, которые обратятся за помощью к России. И Россия будет обязана их защитить. Ибо в Донецке живет уже почти миллион граждан Российской Федерации. Мы встанем на защиту граждан России, которых обязаны защищать по нашей Конституции. Но они испугаются. Война будет скоротечной. Украина будет разделена. И северо-западная будет прощена в новое государство Галица. А весь юго-восток отдельными областями будет принять состав России. Люди хотят какой-то абстрактной свободы. Ее нет никогда и не будет. Всегда действует принцип какого-то понуждения, какого-то насилия. Потому что у людей разные интересы. У государств разные интересы. Евросоюз разве объединился полностью на добровольной основе? Они вынуждены. Сегодня может существовать спокойно и длительное время только государство с населением в 300 миллионов человек. Это экономисты считают. Это не я считаю. Вот США 300 миллионов. Вот Евросоюз 400 миллионов. Вот Китай больше миллиарда. Индия больше миллиарда. А если бы нас с вами были вместе, как СССР, у нас бы тоже сейчас было 300 миллионов. А раз мы живем, да, было 280 в Советском Союзе, а прошло 20 лет, мы увеличились на 3 миллиона. Сейчас бы у нас было 340. Как раз мы бы вот с той площадью... 283, никак 340 не получится. Так а 3 миллиона в год увеличивалось, прошло 20 лет. 60 миллионов было бы плюс. Я считаю, все вместе. То есть, я не говорю обязательно 300, пускай будет 290. Но если государство меньше 100 миллионов, 50, они обречены на исчезновение ближайшие 30, 40, 50 лет. Это закон экономики, это не мой. Я не хочу никому подрекать плохое, но объединение идет. Это спасение. Почему я говорю, что добровольность это видимость. Да, мы добровольно объединились. Чтобы не погибнуть, объединились. Я бы хотел спросить в вашей книге «Последний бросок на юг». Вы написали, что Россия должна объединиться с Ираном, Афганистаном и с Турцией. И что в этих странах должен быть введен русский рубль и русская армия. Вы написали. Это как бы отошло уже на второй план? Может быть, вы и так это поняли. Речь шла о том, что все события геополитического характера будут происходить на территории Афганистана, Ирана и Турции. Вот прошло 20 лет. И что мы видим? В Афганистане стоит коалиция всех натовских стран. Это практически продолжение Третьей мировой войны. Первая была в Ираке, когда ввели туда коалицию 33 стран в январе 91 года. Значит, Иран подбирается, мировая коалиция. Пока эмбарго, вслед за эмбарго против Ирака будет вторжение или бомбировки. И Турция сегодня практически на ее территории устанавливается системой Патриот. Якобы противовоздушная оборона, на самом деле, это нападение на Сирию. Все произошло. Я дал точный прогноз геополитический на ближайшие 20 лет. А то, что русская армия, то наша дивизия, наша база стоит в Таджикистане. Это рядом с Афганистаном. Наша армия помогла свергнуть режим талибов в 96-м году. Я не писал книгу в 93-м году. И с Турцией у нас хорошие отношения, но мы против ее позиции по Сирии. И в случае нападения на Иран, непосредственно соприкосновение с Арменией, открытая граница сухопутная. В Армении стоит русская армия. Все точно. В теорию знаете, когда Россия присоединила Крым 200 лет назад, то рядом никакой Украины не было. Это была Россия. Да ради бога, армия общая была. И поляки с нами у нас были в армии, и финны, и туркмены, и узбеки. В армии было много. Только Сталин сказал в июне 45-го года, только русскому народу я говорю спасибо. Это единственный народ, который обеспечил победу над фашистской Германией. Много было народов, а только русские сломали хребет. Потому что остальные разбегались, к сожалению. И у нас не стоят памятники Бендере или Шукевичу, которые уничтожали советских солдат за то, что они освобождали Украину от фашистов. Разница есть. История же вот недавно произошла. Благодарю. Я обращаюсь к русскому и украинскому народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нет. Ни одного шага. Я хочу, чтобы так же было и на Украине. Чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом, и чтобы газ пришел, дешевый для Украины. Но и Украина взамен тоже что-то дала бы. Мы можем договориться. Торговать можем. У вас есть многое из того, что вы можете продавать России. И за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. И запомните, я не хочу вам желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут, пошли вон, как Турция не сказали. 50 лет Турция ждала вступления в Евросоюз. Чего вы унижаете себя? Великий народ, космическая нация. Мы вместе космос с вами, так сказать, осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну, и на Марс, и на Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте. И захотите, вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю. Давайте с Россией. Сами решайте. Добровольно. Ассоциации подписывайтесь. Все, что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Казал прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Через 20 лет мы с вами объединимся. И в этой стадии будет идти передача на русском языке. Вы 300 лет нам голову морочите. Вы зачем вас взяли? 360 лет назад. Вы вас взяли, и это была ошибка русского царя. Нужно было пинками позад вас в Польшу брать. Глобализм. Он ведь тоже не пройдет. Глобализм Швеция, Норвегия, Финляндия. Пожалуйста. Уже Португалия, Греция, Италия уже не идет. Стандарты не позволяют. Африка. Какой глобализм? Азия. Латинская Америка. Он тоже не проходит. Хотя его назвали очень мягким словом. По-русски глобализм – всеобщность. Мы все живем на этой планете. Нам нужно бороться за экологию. Мы должны быть все одеты на злопитание. Все дети в школу и так далее. Все понимают. Конечно, это глобальный мир. Без виз. Давайте, пожалуйста. Живем, где хотим. Работаем. Но, опять же, разные. Шведы богатые и Шри-Ланка. Вот сравните их уровень жизни. Большинство людей из 7 миллиардов живут в день на 2 доллара. 120 рублей. 130. Отдайте половину ЖКХ. И у вас будет 30 рублей завтрак. Ужин. 30 обед. Давайте, вы с голода не умрете. Ну, разве вам эта жизнь понравится? Я же об этом говорю. Что мы были бы сегодня самой богатой страной, если бы никаких революций, никому не помогать. И все внутри России. Даже внутри России. Национальной окраине ничего им не давать. Пусть живут, как они могут. Вот они пасли овец, лошадей там в Средней Азии. Пусть пасут. Мы у них заберем, купим шерсть, купим хлопок, так сказать, купим фрукты, овощи. А им дадим металл, замки. Ну, то, что им надо. Обмен. Север, металл, лес. А у вас забираем южные плоды. Все. А мы стали строить там социализм. Но мы же сами все это поломали. Даже в условиях оказания интернациональной помощи. А если бы никому не оказывали помощь, мы были бы сегодня самое богатое культурное государство. План США, НАТО, Евросоюза, Украина должна быть враждебной России и должна спровоцировать войну между Украиной и Россией. Для этого мешает Янукович. Майдан планировался на март 2015 года. Объявите выборы недействительными. Что Янукович не победил второй раз, проиграл. Люди вышли на улицы. Но почему-то народ взбунтовался после объявления Януковича о том, что он не будет подписывать соглашение СССР. И преждевременный Майдан, но все равно тоже сами. Убирайте Януковича. Даже еще худший вариант. Хотели убить. Ставит Порошенко. В пропаганде все. Вот тот человек говорит. Давайте мы за левых, социализм. Так и тут. Все хорошо. Зарплата, поликлиники. И Порошенко занимает жесткую линию. Украина стала враждебной. Запрещают въезд русским. Отпечатки пальцев на границе. Артистов не пускать. Спортсмены не пускать. Запад смотрит. А чем это закончится? А если это будет не маленькая война, а большая. Что Украина приведет к большой тотальной войне. Нам зачем это надо? И они так думают. Давай-ка Порошенко уберем. Он слишком перестарался. Страшная русофобия. Запреты. Ограничения. Донбасс демит. Крым потеряли окончательно. Тогда давай-ка запустим мальчика. Интеллигентный. Тихий. Спокойный. Давай попробуем мягкую демократию. Чтобы русским стало завидно. Смотри, какие выборы. Какие партии. Какая пресса. Русских стали пускать. То есть Кнут. Это был Порошенко. Сейчас Пряник Зелинский. И они посмотрят. Это к чему приведет. А вдруг Украина развернется снова в сторону России. Тогда что делать? Убираем Зеленского. А как его убрать? Майдан. И готовые боевики у Авакова есть. Через Майдан убирают Зеленского. А что, снова убирать Порошенко? А давай-ка диктатор поставим Пиночета. А кто будет Пиночета? Аваков. Арсен Борисович. Третий вариант. Сейчас шестой у них вариант. Пряника пошел. А потом будет седьмой диктатор Аваков. Все они ездили в Америку. Все они там на учете. Всех там взяли, как говорится, под наблюдение. Вот. И эти варианты отрабатывают. Продолжение следует.